Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео я немножко изменил формат и покажу вам изнутри, как выглядит сессия моей недавней записи песни Autumn Vibes. Я разберу по дорожкам именно гитарной партии, покажу, какие плагины я на них использую, чтобы было понятно, почему она так звучит. И в то же время я расскажу немножко про автоматизацию, про какие-то фишки, которые я использовал в сведении. Надеюсь, что будет интересно. Так вот, я надел наушники, открыл сессию. Здесь вы видите, что у меня две гитарные дорожки и вот барабанный бас и синтезатор. Но специально барабанный бас и синтезатор я не стал использовать изначальные MIDI-файлы, потому что они сильно загружали в компьютер. Я просто сбаунсил их в отдельные дорожки и сделал хайд. Сейчас я немножко расскажу про гитарную партию. Здесь гитара записывалась в линию, поэтому я использовал эмуляцию усилителя от плагин Альянс, усилитель Friedman. Но не все так просто, потому что в первой части этот усилитель звучит на первом пресете, а в середине песни он уже начинает звучать на пресете B. И здесь уже совершенно другие настройки. Вот я к этому немножко вернусь чуть позже. Давайте послушаем сначала, как эта песня звучит целиком, потом разберем по частям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, вот мы послушали эту песню целиком. Как вы могли заметить, я показывал автоматизацию во время того, как она проигрывалась песня. Именно благодаря автоматизации пресетов и различных параметров мы достигаем органичности звучания. Потому как разные партии, например, в середине идет, где маркер 4, начинается партия тэппинга. Если она будет звучать на том же пресете, что и в первом куплете, то она совершенно потеряется, эта партия. И будет просто не слышна и неинтересна. Поэтому я автоматизацию включаю здесь пресет B. И на фритме вы можете видеть, что из себя представляет пресет A. Это чистый канал. Значит, что все эти, грубо говоря, настройки, они практически ничего не значат, вот эта эквализация. У нас здесь есть громкость чистого канала, высокие частоты и бас. Также у меня включен режим Bright, выключена сатурация, включен режим C45, выключен Fat и Voice тоже в первом режиме. В пресете B у меня уже переключается Friedman на второй канал, в канал BE, Brown Eye. И меняется режим Voice. Гейн все же остается на минимуме. И благодаря этому звук не кажется пересатурированным, но в то же время он приобретает такую выпуклость. И, соответственно, здесь эквализация уже немножко другая, потому что настройки эквализации, они уже как бы работают на канале BE, вот эти вот средние. Посмотрим, что у нас с второй гитарой. Вторая гитара тоже у нас используется в двух пресетах. На пресете A он, грубо говоря, очень похож на то, что у меня в главной гитаре. Пресет B тоже относительно практически такой же. Единственное, что я здесь еще меняю в настройках усилителя автоматизации, это уровень гейна. На вот второй гитаре у меня он сначала 0,5, потом я его понижаю до 0,1. И на первой гитаре у меня он варьируется от 0,2 до 0,4 на максимуме, где идет вторая половина вот этой вот тэппинговой части. Панорамирование. В первой части главная гитара, она, грубо говоря, солирует. Вторая гитара, она лишь дополняет какой-то такой текстурой. А вот во второй части песни они играют уже как такие полифоническую партию. И поэтому важно было их немножко разъединить. И я их распанорамировал не сильно, но в разные стороны. На минус 35 и на плюс 35, соответственно. По обработке гитары мой любимый плагин, который я использую практически во всех сессиях сейчас. Это вот плагин от компании Plugin Alliance SSL, эмуляция консоли SSL 4000E. Это, грубо говоря, заменяет вам целый набор плагинов, которые вы могли бы использовать. То есть вместо трех вы используете один. Это очень удобно. Здесь есть вот фильтры, секция фильтров, секция компрессии, экспандер, если вам нужно. Естественный эквалайзер и такой большой фейдер, которым очень удобно на самом деле делать какие-то микро-подстройки. И у этого плагина очень крутая функция TMT, Tolerance Model Technology, которая позволяет использовать разные каналы. И они немножко, как вот в аналоговой консоли, они меняют свое звучание. Потому как аналоговые части, они всегда не идеальны, не как цифра. То есть в цифре у нас как 0, 1, 0, двоичный код, единицы нули. А в аналоге у нас каждый компонент немножко отличается от другого. И поэтому получается немного разный звук. Вот здесь я использую на первом канале. По настройкам, как бы, можете видеть, легкая компрессия 2,7 к 1, фильтр среза низких частот. Вот очень важно, я за правило взял себе, что я всегда срезаю низкие частоты у гитары, потому как они могут конфликтовать с басом. И именно на этой консоли я срезаю их даже вот до 140 Гц. Может быть даже и больше иногда. Но здесь мне этого хватает. Эквализация довольно простая. Приподнимаю вверх, вот на 2,1 кГц, прибавляю 2 дБ. Немножко убираю 300 Гц, для того, чтобы не было такого бубнения в гитаре. Тоже очень классный плагин. Эмуляция такого классического эквалайзера от Mag. Компания легендарная. Создала вот этот вот эквалайзер. У них также есть и компрессор, и вроде как предусылители. Во-первых, у него очень классный дизайн. Просто посмотрите на этот дизайн. Просто выглядит как какой-то, не знаю, разукрашенный торт. Хочется его ставить на каждый трек, вне зависимости от того, круто он звучит или не круто. Просто чтобы на него смотреть. А во-вторых, у него очень-очень классная функция плавного подъема на верхних частотах. То есть вот этот вот Airband, как они его называют. Я немножко здесь поднимаю на 20 кГц, 4 дБ. Вот убираю 650 и чуть-чуть добавляю на 0,5, 160 Гц. По реверберации. По реверберации здесь довольно-таки все просто. Используются два ревербератора и один дилей. И все это, конечно, автоматизируется. Автоматизация – это чуть ли не… Это Джокер у вас рукавек при сведении. Потому что многие вещи, они только в динамике прослушиваются. И можно что-то услышать. Лишь прибрав одно, вы услышите другое. И вот это соотношение, как качели. Оно достигается с использованием автоматизации. И здесь можно заметить, что на более динамичных партиях, вот, например, в третьей части, когда гитара играет такое полублюзовое соло вместе с основной темой, я прибираю вот Room реверберацию и основную реверберацию. Вот, а также в самом начале, чтобы сильно не давать такого огромного пространства, в самом начале песни оно звучало, видимо, не слишком органично, поэтому я его прибрал. А вот как раз во второй части я делаю реверберации больше. Во-первых, потому что партия чуть менее резкая, она более плавная, так я играю тэппингом. И хочется чуть большего такого эффекта объема. Вот на второй гитаре то же самое. Она играет вначале, как бы, играет такие, как пэды. То есть здесь есть отдельный инструмент, синтезатор. Но эта гитара, она еще добавляет такого вот, как будто ДМК, знаете, в запись. Можно ее послушать отдельно. А, да, и что очень интересно, именно на эту дорожку я решил для разнообразия поставить автопан. Ну, панорамирование, которое будет у меня немножко давать движение немножко гитаре и делать ее менее статичной. Панорамники я использую от GTR Stomp 2, это плагин от Waves, что первый попался под руку. Но, в принципе, он работает нормально. Очень часто при сведении, особенно на наушниках, когда сводите, то есть если на мониторах, то это уже не так страшно. На наушниках плохо понятно вот взаимоотношение панорамы и всяких вот этих стерео вещей. Поэтому есть очень классный плагин, который помогает звукорежиссерам в случае, когда они вынуждены работать на наушниках. Это плагин от Waves. Он эмулирует комнату на Abbey Road. То есть здесь есть три как бы сета спикеров. Это ближнее поле, среднее и дальнее. И отдельная эквализация для каждых наушников. Вот у меня Sony MDR6506, но тут есть еще куча разных других пресетов, поэтому можете использовать, какие наушники у вас есть. А также здесь есть специальные измерения для объема головы, чтобы можно было подогнать, грубо говоря, под свои индивидуальные особенности строения черепа. Но это уже такие детали, я считаю. Этот плагин очень классно эмулирует как бы звучание фонограммы в комнате, в помещении. Потому как в наушниках у нас нет многочисленных отражений, которые возникают у нас при прослушивании в комнате. Хотя сейчас я его включу, вы можете послушать. Не все слушают сейчас на наушниках Sony MDR7506, но если вы на них слушаете, то вы как бы услышите то, что слышу я. Вот сейчас без плагина. Сейчас я его включаю. Сейчас я поменяю сет мониторов на ближнюю пару. Звук получился такой более сфокусированный, чуть-чуть более узкий, менее глубокий. Средняя пара. На средней паре очень хорошо слышно звучание баса, то есть насколько он сильно выпирает из микса или наоборот в нем сидит. Ну и дальняя. Здесь отлично слышна бочка. Ну и выключу плагин. Я хочу сказать, что все используют такие инструменты, которые им помогают достичь максимально лучших результатов. И иногда это целый набор плагинов, иногда это несколько плагинов. Но главное, чтобы то, что вы используете, вы это хорошо знали. Иногда лучшее, что можно сделать, это просто оставить все как есть. И, естественно, мониторинг. Мониторинг – это очень важная часть. Не забывайте про качественный мониторинг. Можно использовать вот такие плагины-помощники, как Eberot Studio 3. Есть Sonarworks, есть много довольно-много других классных таких вещей. И смысл всего этого сведения в том, чтобы передать эмоцию, которую вы закладываете в запись. Вот если вам удалось это сделать, то считайте, что вы молодцы. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам интересны похожие тематики о том, как обрабатывать, как автоматизировать, как подбирать звучание, то пишите в комментариях, на какие темы вы хотели бы, чтобы я сделал, может быть, видео, и про какие плагины. Вот, я обязательно прочитаю и отвечу всем. Сводите, записывайте. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok